Ребята, снова здравствуйте! Я поменял стул комментаторский на тело человеческое и, наконец-таки, покажу вам наше меню. Давайте я расскажу, что где происходит, как и где находятся команды, где сидим мы. Покажу вам, кстати, за кулисами, что бывает нечасто. Нечасто кто-то вас проводит туда, в застенке, где, собственно, творится это продюсерское чудо. Но по порядку. Собственно, так вас встречает меню. Такой заставочкой красивый. Здесь куча антуража. Я могу, пожалуй, зарядиться кустом. Могу надеть свой любимый первый шлем, что не буду делать. А вот, пожалуй, сковородочкой защищу свой тыл. Мало ли что, летают пули, ходят кирилки и дреницы. В общем, кругом враги и опасность. Здесь же, собственно, идет небольшое деление на игроков и на, собственно, став. Кто-то отправляется в правые двери, кто-то отправляется в левые двери. Здесь мы видим список команд, которые могут подняться, как вы видите, стойки по стрелке наверх. И есть список команд, которые должны проследовать в нижнюю часть, собственно, нашего великолепного рейнью. Наверху сидят, собственно, наши нави. Наверху сидят Сандалы Спортс, Сеттудестрой и Тим Дигнитас. Внизу же Мунвульф, Найт, Фейс Клан и Нова и Спортс. Давайте посмотрим, как они сидят, посмотрим, чем они здесь занимаются. Снизу все просто. Здесь команды расположены четыре команды в ряд. Здесь стулья, здесь ребят девайсы, водичка. В общем, сделают себе все, чтобы удачно проводить игры. Но самое интересное, конечно же, наверху такая вот лесенка, весьма и весьма удобная. Но, конечно же, я бы по такой вверх-вниз не бегал, я старый человек. Но молодые и сильные киберспортсмены могут себе позволить. Нас встречает как раз-таки стул, на котором можно посидеть, пока здесь никого нет, меня никто не выгоняет, и девайс парней. Мне всегда было любопытно, чем же играют, чем же побеждают парни. ЕЦ2-мышка Зоуи, коврик HyperX, мавиатурка Церберус от Asus. И вы теперь знаете, как стать гиберспортсменом. Ну и самое главное, конечно же, мониторный 40 Гц, это тоже очень важно. Ну, особенно если у вас компьютер позволяет играть в PUBG на высокой частоте. Там можно увидеть, кстати, студию-аналитики. Фикти Хо передает вам пламенные приветы. Его работа, наверное, уже практически закончилась на сегодняшний день. Он уже грезит об отдыхе, но отдых нам только снится. Мы с вами смотрим, что же будет дальше. Кстати, справа от меня и слева от вас фирменные логотипы команд. Каждая команда здесь свой, соответственно, если команда погибает, логотипчик тухнет. Ну, как и тухнет надежда на поинты в матче. Ну и, разумеется, хочется ворваться в святая святых. Вы можете увидеть желто-черные цвета. Это команда Natus Winster, обитает они именно здесь. Кстати, помимо стандартных для всех абсолютно девайсов, здесь есть еще такие вот риги. Это мониторные наушники, вертолетные наушники, которые ты надеваешь и не слышишь ничего вокруг. Можете кричать как угодно, я ничего не слышу и не понимаю. И, разумеется, играют парни в капли. Бейджик про-плеера. Вот у меня такого нет. Я всего лишь какой-то продакшн. А если вы про-плеер, то, пожалуйста, вот такая счастливая штука у вас есть. Давайте, наверное, не будем уходить далеко, потому что там, в принципе, начинается однообразие стола и стулья, компьютеры. И давайте посмотрим на площадку снизу. Делаем мы все в режиме лайв, мы не будем, ребята, отключаться, поэтому будем много ходить, будем много надоедать вам всякими движениями. Вадим, наши зрители, которые тебя поддерживают, зажигают огни, поднимают щиты, хотят, чтобы и ты им что-то сказал. Будем стараться выигрывать. Вроде расколились, готовы убивать, выиграть. Все будет нормально. Спасибо, что болеете, топите. Мы это видим. Они смотрят в чат, да. Поддерживайте, ребят. Я думаю, что ирангели будут сильнее. Я говорю, вот, 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 натосвинсеры верят в себя, и мы верим в них, поэтому все только начинается для парней из Na'Vi. Что нас ждет внизу? Что я вам хочу показать, так это то, как работает продакшн, как вы получаете картинку, куда вы смотрите, собственно, откуда все это берется. И здесь нас ждет несколько нововведений. Я не часто такое встречаю, хотя, что ж тут греха таить, не часто мы видим, в принципе, лан-турниры по PUBG. Но этот мне запомнился именно этим, продакшеном сразу же. Как только я приехал на стройку, подумал, что тут очень много всего. И давайте на это все, собственно, посмотрим. Сейчас нас ждут те самые левые ворота, о которых мы говорили, которые мы вам показывали. И здесь у нас Vitality, Ghost Gaming, Liquid и Lines. Но мы идем не к ним. Здесь очень невысокий потолок, потому что над нами находится студия аналитики, собственно, русскоязычная. Именно там пляшет господин Ламыч. Ну, а мы проникнем не совсем к командам. Мы пройдем туда, куда обычных людей не пускают. Вот это, собственно, то самое место, откуда создается картинка. На турнире здесь есть огромный кран, которым управляет маленькая леди, что создает просто нереально красивую картину и живописную. Мисс управляет камерой, показывает нам эмоции игроков. Мы видим, как кто-то пригорает, как только кто-то радуется. И вот молодой человек, который бежал поздравлять своих тиммейтов, тоже был заснят именно ей. Невероятно прекрасное зрелище. Также вы можете увидеть, как выглядят два яруса. Собственно, как эти самые команды здесь усаживаются. Сидят они друг над другом. Что примечательно, М19, которые вот напротив нас, сидят напротив НАТОС Минцеры, также на втором этаже. Мне кажется, в этом что-то есть, какой-то замысел. Трофей, который вы можете видеть, и спины наших англоязычных коллег, студия аналитики. Английская находится как раз напротив. Это что касается сцены. Но давайте-ка, собственно, пройдем немножечко за эту сцену, ну и посмотрим, где и как команды отдыхают. Есть у нас такая возможность, хотя, конечно, тревожить мы игроков не будем, разве что кто-то случайно окажется на нашем пути. Но все самое интересное, оно, разумеется, там. Там, где происходит командный отдых, где происходит релаксация, где, между прочим, зрители наблюдают за турниром. Есть у меня секретная информация, что подписчики канала Global Loot League некоторые получили приглашение на этот самый лан-финал в качестве зрителя. И эти VIP-билеты, собственно, и VIP-гости отдыхают именно там. Мне, конечно же, хочется показать вам именно их. Ну, тут главное не разбиться по пути. О, наконец-таки свобода. Для человека с ростом 1,87 м здесь часто весьма-весьма проблемно проходить. Но давайте же смотреть веню в целом. Это PUBG Mobile Zone. Здесь люди играют в PUBG с мобильных телефонов. Можно заценить чью-то статку. Тут, как вы видите, уже собрался целый сквад. И вполне возможно, мы сейчас уйдем, а кто-то придет и потопит. Нормально. Mobile Zone прикольная, пользуется популярностью. Постоянно кто-то здесь сидит и играет. Причем, знаете, я вижу, что это iPhone не последней модели, но смотрел, как на них играют. И картинка великолепная, никаких проблем, никаких лагов. Это очень приятно. Здесь мы можем увидеть аирдроп, который упал с парашютом и кого-то дожидается. Мне почему-то кажется, что в этом аирдропе что-то есть, но почему-то никто не разрешает заглянуть внутрь. А вообще хотелось бы. Давайте двигаться дальше. Как вы можете увидеть здесь вдали, горит, собственно, экран. Там идет трансляция англоязычная для наших англоязычных коллег и для англоязычных зрителей. Причем везде, абсолютно везде, каждый угол, он антуражирован. Есть какие-то мешки, коробки, бочки. Собственно, все то, что мы обычно встречаем на Ирангеле, оно все здесь присутствует. Ну, здесь вы можете просто понаблюдать вместе со мной эту картину. Я вижу игроков турецкой команды. Впереди он Костик и Экзампл под номерами 5,94. Сидят также, смотрят интервью сейчас с игроком Liquid. Ну и в целом, как вы видите, зона абсолютного сплошного чиллаута. Здесь никто не напрягается, здесь все расслабляются и думают только о том, когда закончатся перерыв, и можно еще трешку навернуть. Все хотят играть и все хотят свои поинты. Ну что ж, друзья, у нас впереди остается, наверное, последнее и самое интересное. Это зона продакшена российского. Он весьма и весьма неоднозначен, поскольку это уникальное событие. Мы работаем с англоязычными коллегами абсолютно полностью. То есть весь наш продакшен делается англоязычными людьми. Ну, например, камера, которую несет оператор, которого мы позвали к нам из Москвы. Вслед за ним идет девушка маленькая, прекрасная шведка. И несет шнур, который позволяет нам эту трансляцию вести. Это Руслан, это Матшоу, мой коллега, который сейчас на перерыве. Рус, ну давай, в целом, твои впечатления о турнире? Я очень доволен организацией, это раз. Это мой первый опыт присутствия на таком турнире. Спасибо, Боря, что, в принципе, позволили нам поработать. Да, турнир очень крутой, команды все настроены, все сосредоточены. Чего стоит момент Сэмпти? Я до сих пор хожу, где-то летаю, подошел к Сэмпти, говорю, Сэмпти, ты крутой чел. Он говорит, я сам это знаю, с ним сфоткались, и все, и разошлись. Хороший, хороший ответ от Сэмпти, в принципе, ожидаемый. Спасибо тебе. И тебе, Боря. Ну, двигаемся дальше. Вот сюда, в принципе, нельзя, но если очень хочется, то можно. Соответственно, Wildcard Gaming, Pentasports и M19 находятся чуть выше. Специальная лестница есть у них, поднимаются они наверх, и мы, наверное, тоже туда поднимемся. Но сначала давайте посмотрим, откуда работают комментаторы. То есть я и Руслан, у нас здесь есть своя зона, которая отличается, помимо того, что секретностью, еще и высокой температурой. Мы спрятаны за ширмой, чтобы теплый воздух отсюда, разумеется, не выходил. И проникайте вместе со мной, дорогие друзья. Друзья, вот так выглядит наша комментаторская позиция. Здесь яркий свет, здесь очень, очень вам тяжело будет понять, что происходит. Стоит у нас монитор, по которому мы, собственно, отслеживаем всю игру, и здесь творится для вас касс, друзья. Именно так это и выглядит. Но давайте посмотрим на нашу студию аналитики. Там тоже много всего интересного. И, наверное, это будет последнее место, которое я вам покажу. Просто потому, что мы все с вами и увидели. Есть, конечно, еще небольшая зона отдыха на улице, но туда мы, пожалуй, не пойдем, потому что, знаете, она совсем интимная. Она совсем для игроков и просто не хочется их там беспокоить. Там место, где, собственно, игроки делятся своими эмоциями. Это место, где они что-то ярко обсуждают. И, наверное, просто не хочется их там дергать. Кстати, это наш продюсер Людвиг. Передайте ему обязательно приветы в чате. Он тоже швед и тоже делает для нас нашу трансляцию. Здесь за моей спиной став. Став, который работает и над русскоязычной, и над англоязычной трансляцией. Здесь куча народа, парни все в работе. И, как вы понимаете, по крику «Привет!» еще и уже немножечко шарят в русском языке. Ну, здесь все обучаемы, легко, и игроки-то тем более. Но и став уже может пару слов по-русски связать. Собственно, продолжаем мы наше восхождение. Это последняя лестница в этом зале. Лестница, которая ведет нас непосредственно в аналитику. Каждый раз наши аналитики преодолевают этот рубеж, чтобы оказаться здесь. Здесь парням, разумеется, видно все сверху, знают, где какие команды сидят, знают, кто чем занимается, ну и, собственно, могут заглядывать иногда к нам. У нас, собственно, здесь уже все совсем просто. Как вы можете заметить, здесь стоит компьютер, стоит железная стоечка, и именно там, собственно, наши аналитики творят свои аналитические дела. Они сейчас все на отдыхе. Мы, может быть, даже их и побеспокоим, и поговорим с ними, быть может, в конце сегодняшнего игрового дня. И я думаю, что они не откажут нам в этом общении. Вот так вот, друзья, именно так выглядит это веню. Мы познакомились с тем, как и что происходит в нашем втором финале Global Loot League. И я думаю, что после небольшой паузы мы к вам вернемся, вернемся уже с предматчевой аналитикой. Вы никуда не уходите, не переключайтесь. С вами был Старский, и до новых встреч!